Инициативу проведения внеочередных президентских выборов, которые состоятся уже в ноябре текущего года, активно поддержали жители Алматинской области. Политическая модернизация позволит не только решить социальные проблемы в стране, но и с уверенностью смотреть в будущее, считают граждане региона. Но лишь в том случае, если голосование будет честным, а к власти придет грамотный руководитель, уверены жители Жамбылского района. Нынешний год в истории молодой республики запомнится как год политических реформ. Пережившую пандемию, пожары и другие природные катаклизмы нашу страну потрясли и январские события. Нестабильность ситуации в мире, подорожание продуктов питания и другие факторы отразились на жизни простых казахстанцев. В этой ситуации, как глоток свежего воздуха, необходимы новые политические преобразования. Внеочередные президентские выборы смогут изменить жизнь страны в лучшую сторону, говорят Аксакалы Жамбылского района. Кто бы не пришел к власти, главное, чтобы благосостояние народа поднялось. Решился вопрос подорожания продуктов питания, чтобы вывел Казахстан в число передовых стран мира. Поэтому мы должны исполнить свой гражданский долг и отдать свой голос за достойного кандидата. Ведь от нашего выбора зависит будущее нашей страны. Я поддерживаю выборы, потому что нужно решать такие проблемы, как безработица среди молодежи, низкий уровень жизни сельчан и многое другое. Багдад Байшалов до выхода на заслуженный отдых занимал ряд ответственных должностей, в том числе и кресла Акима района. Ныне он председатель общественного совета Жамбылского района. Поддерживая предстоящие выборы, Багдад Байшалов выражает надежду на то, что с избранным главой государства придут и новые инициативы. В первую очередь нужно навести порядок и дисциплину в стране, снизить уровень преступности, решить вопрос с безработицей, поднять благосостояние людей. Вот тогда мы сможем претендовать на звание страны с высоким уровнем жизни. Будущие страны зависят от его лидера, выражают уверенность в своих убеждениях и простые жители Жамбылского района. А потому многие из них активно поддерживают инициативу проведения президентских выборов. Я поддерживаю выборы президента, но некоторые кандидаты, чтобы прийти к власти, дают много пустых обещаний. Поэтому считаю, что нужно дать дорогу молодым. Стране достаточно ресурсов для безбедной жизни, нужно грамотно ими распорядиться. Это мое мнение. Я за выборы, связываю с ними большие надежды. Я хочу, чтобы к власти пришел грамотный, болеющий за страну человек. Я верю, что с Новым Казахстаном придут и новые реформы. Все изменится в лучшую сторону. Поддерживаю инициативу с выборами, потому что надеюсь, что будет уделено внимание многодетным матерям и их поддержке. Согласно утвержденной дате, выборы президента состоятся 20 ноября. Соответствующий указ уже подписан главой государства. Выдвижение кандидатов в президенты стартовало 23 сентября. Наряду с этим действующий глава государства Касымжо Мартукаев гарантирует честность и открытость выборов, несмотря на то, что они будут внеочередными. Субтитры создавал DimaTorzok